Сегодняшний наш выпуск посвящен группе Background Noise, и мы идем к ним на репетиционную базу, чтобы посмотреть, как они собираются на выступлении. Здорово, ребята! Посмотрите, тут целый фильм, который посвящен тому, как Александр собирает барабаны. Зачем перчатки нужны? Ну, потому что стойкий очень нежный инструмент, со временем можно где-то складывать. Вообще, кажется, все это будет очень некрасиво. На толком образом выглядит все, когда инструмент будет красив и в хорошем состоянии, поэтому все за ним скрыт. Не только барабаны есть в этой группе. В этой группе есть еще чего они пишут. Ты просто так ютубник? Да. Сложно было не записывать. Ни одними барабанами сыта эта группа. Есть еще бас-гитара и гитара. Да. Ты почему не собираешься? Я самая бас-гитарная. Тебе нужно две гитары? Нет. Просто это красиво, я для тебя специально постараюсь. А-а-а! А вообще, как ты относишься к тому, что вот эти двое, они халтурщики, по сути? Им взять только гитары и все. А тебе вот это вот все собирать? Ну, вокалисту еще проще, если бы он был бы у нас. Мы поэтому его не берем, чтобы не так обидно было. Поэтому у вас в группе не предусмотрен вокал. Потому что и так он вокал. Нет, на самом деле у нас Артем больше все это таскает. Но вчера он всегда об этом очень много говорил. Ведь об этом... Ну, так получается, что он всегда вокалдой все дни, когда мы работаем, и, по-моему, не носит вообще свою аппаратуру отдельно. Поэтому ему надо отдать должность. Он всегда помогает нам, а потом еще отдельно возит с вами. Это случается часто. Тогда какой список аппаратуры есть у Артема, что он его постоянно таскает туда-сюда? Тяжело. Считай. Раз, два, три, четыре, пять, семь. Как минимум шесть огромных предметов. Это? Все, что нажито не по себе. И что это было? Какие эффекты есть? В основном используем три перегруза. Ревер. Форус. Дилей. Ну, собственно, все наверно. Потому что... А, ну и что? Такой вот набор. Получается, что твой непосильный труд был меньше, чем у бас-гитары? Да, у меня был меньше. Я купил этот педал-борд, а он его собрал сам. И что здесь у тебя? В целом также перегрузы, дилей и ремонтитель настройки. Ну, знаешь, вот это вот. Ч-ч-ч-ч. И-ну-и. Вот это вот. Что такое ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч? А это перегрузы. Ч-ч-ч. Куда? А делай тогда что-то как? Эхо. Ну, все понятно. Смотри, чай. Можно? Пусть. Пусть. О-о-о. Это реально. Вся аппаратура по Гаунднойзе упал в таком состоянии. Потом из этого мы будем через 2-й час. Делаем то, что потом будет на сцене. И будет сегодняшний концерт. Теперь вы это все собираете и едете в Гоу. В общем, сейчас на самом деле если передавать это ранее, город Егорьевск-Носковский, 7-й, осень, поздний. Сегодня вечером полно будет жарко. На самом деле мы должны сделать так, чтобы все были счастливы. Поэтому сейчас мы на базе. Немного не выскушились. Да, все это собираем. Сейчас мы поедем в зону такси, перевозить все это туда. Но надо сказать то, что здесь 4 этажа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пришло время саундчека для группы Background Noise. Пойдемте в клуб. И мы попытаемся узнать, точнее мы даже узнаем, что для группы есть саундчек. Саундчек – настройка звука перед концертом. Чтобы зрители услышали нормальный звук, и мы сами его услышали тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И много времени тратить? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда как. Сейчас и в целом, мне кажется, мы не можем времени потратить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На самом деле обычно саундчек идет очень долго. Потому что очень редко все бывает хорошо. И те вещи, которые даже у нас работали идеально на репетициях, все было готово, все было идеально. Когда приходишь на сцену, в клуб, даже если он знакомый сто раз здесь играл, все равно очень часто все идет не так. Сразу все идет не так. Практически ничего не работает, мы со мной все согласятся. Но иногда бывает иначе. Вот сегодня, допустим. Мы, в принципе, все собрали. Сразу фактически все понравилось. Сейчас уже прогнали пару вещей. Я думаю, мы сейчас вам покажем, что ли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скажу, как на самом деле все происходит. На самом деле барабанщику на саундчеке редко дают, чтобы есть возможность разыгрываться. Исключение, наверное, только наших. Вот обычно заставляют играть в основном только бочку. Потому что на многих сценах очень мало возможности подстроить, вообще, в принципе, позвучить все барабаны, все, как должно быть. И позвучим только бочку в этом клубе, допустим. Потому что будет, значит, очень громко. Бочка очень небольшая, хотя, в принципе, очень уютная. Поэтому занимаюсь настройкой бочки очень долго. Сейчас, допустим, отстраиваю ее какое-то время. В принципе, она нас, думаю, сейчас устраивает. А потом мы начинаем что-то простое. Потому что нужно всегда сделать что-то простое, чтобы слышно было все. То есть как-то что-то там наворачивать как бы смысла нету. Потому что это будет просто грохот. Мы обычно начинаем просто с простого, работаем с каждым инструментом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мы всегда знали, как бы были в одной компании. Основной, да, автор всех песен у нас, наверное, Тёма. И, в принципе, большинство из этих песен было уже написано до меня. И не так давно пришёл в эту группу. И, не знаю, мы просто слушаем то, что какие-то накидки, которые делает Тёма, да, каждый выносит что-то своё, и получается то, что у нас получается в итоге. Играю то, что чувствуется. Музыка – это самая большая ценность, на самом деле, для меня. А почему «Бэкграунд Нойз»? Долго думали над названием, и так как, в принципе, я, допустим, являюсь большим поклонником винила, да, то есть слушаю музыку преимущественно виниле, именно на оригиналах, пластинка английских, немецких, американских тех лет. Там есть такой термин «Бэкграунд Нойз», что вот этот скрип и дуды, да, то есть какие-то лёгкие шумы, то что это именно пластинка, что это музыка, это у фанатов винила называется «Бэкграунд Нойз». Как-то просто в разговоре я упомянул эту фразу, когда рассказывал про какую-то пластинку, которую я недавно купил, и у него загорелись глаза, вы слышали «Бэкграунд Нойз», и мы как-то сразу вдруг поняли. Мне, во-первых, очень понравилось сочетание «Бэкграунд Нойз», и я подумал, что это будет очень хорошее название. Ну, название, мне кажется, полностью соответствует группе, если дословно его переводить, то это «шум на фоне», и, в принципе, мне кажется, он именно, ну, очень хорошо вяжется с этой группой и с музыкой, которую мы играем. «Бэкграунд Нойз» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова